Всем здравствуйте! С вами Залим из магазина Мир Автокресел и сегодня я хочу вам рассказать про американское кресло от компании Evenflo. Модель называется Triumph. Данное кресло рассчитано с самого рождения и примерно до 7 лет, то есть это условно до 29 килограмм, либо до 127 сантиметров роста ребенка. Кресло имеет несколько уникальных моментов и давайте начну по порядку. Начал бы с уровнем безопасности. Компания Evenflo популярна тем, что они свои кресла испытывают довольно-таки сурово и плюс еще ко всему есть испытания на перевороты, за счет чего эти кресла являются одними из самых безопасных на рынке, поэтому ребенка смело можно доверять этим креслам. В частности, данное кресло имеет довольно-таки длинные внутренние ремни, за счет чего мы весь период пользования креслом будем использовать именно крепление внутренними ремнями. Сами ремни вытягиваются нажатием на кнопку и тянем ремешки наверх. И сами застежки мы можем не складывать друг другом, а по отдельности фиксировать. Также стоит отметить застежку на груди ребенка, что позволяет лучше зафиксировать ремни на плечах. Здесь имеются и вкладыши, чтобы самым маленьким было комфортно. Плюс ко всему очень просторное кресло, что сразу бросается в глаза. Бывает, зачастую эти вкладыши не лишними будут и для уже подросших детей. Имеется подголовник. Здесь это выполнено, подголовник выполнен подушечкой, которая регулируется, во-первых, вверх-вниз и со временем можно будет еще убрать полностью. Вкладыш, соответственно, внутренне тоже убирается. Отметил бы еще момент такой, что внутренние ремни, то есть плечевая зона внутренних ремней регулируется механически по мере роста ребенка. То есть под рост ребенка будем выставлять весь период пользования. Сразу же бросаются и глаза подстаканники. Очень приятная опция для детей. Как правило, дети оценивают такую опцию. Ну, какие-то бутылочки удобно ставить за счет ремешков. То есть ремешковая фиксация будет самих бутылочек. Чтобы использовать кресло с самого рождения, нам придется это кресло установить в машину против хода движения. И для самых маленьких нужно будет выставить максимальный угол наклона. Для этого, зажимая рычажочек снизу, мы выставляем максимальный угол и переставляем кресло против хода движения. Данное кресло фиксируется в машину как на Isofix, так и штатным автомобильным ремнем. Основным креплением является именно на Isofix. И я вам сейчас покажу, как это делается. Американские кресла используют свою систему Isofix. Это система Louch называется. Ремешковые крепления Isofix. И, соответственно, фиксируется стандартное крепление Isofix, которое находится в машине. Фиксируются вот эти крючки с двух сторон. Крючки именно вот выглядят вот таким вот образом. Цепляем сверху вниз и после чего подтягиваем крепление ремня. Насколько сильнее подтянем, настолько плотно будет зафиксировано кресло. За счет большого пространства даже в таких крупных комбезиках ребенку будет комфортно внутри. После 10 килограмм, условно, либо с 71 сантиметра роста, по заявлению Isofix, мы кресло можем разворачивать лицом вперед. Это, условно, где-то с 10 месяцев. Ну, для этого, соответственно, придется выполнить следующие манипуляции. Естественно, сначала снимаем с фиксации Isofix. Для этого ремешочек надо будет ослабить нажатием на серую кнопку. Для установки по ходу движения нужно выставить более сидячее положение. К слову, этих положений два. Есть самое сидячее положение и есть небольшая система наклона. Чтобы зафиксировать кресло по ходу движения, крепление Isofix, то есть система Latch, надо будет переставить из отверстия, которое находится впереди, в отверстие, которое находится сзади кресла. После того, как переставили крепление, ну, по похожей схеме мы будем уже устанавливать, но с единственным отличием это то, что мы уже по ходу движения будем использовать еще якорные крепления. Якорные крепления это ремешочек, который вытягивается из спинки кресла. Якорные крепления протягиваются за подголовником заднего кресла и фиксируется специально отведенное кресло. Фиксируем крючки с двух сторон, выставляем кресло и подтягиваем. Такое положение уже будем использовать примерно до семи лет и весь период пользования, как я уже сказал, мы будем использовать крепления внутренними ремнями. Постепенно будут убираться вкладыши и за счет большого пространства внутри мы действительно весь период пользования будем использовать комфортно это кресло. Стоит отметить еще подтяжку внутренних ремней. Здесь эта система реализована довольно-таки необычно. Нету свисающего ремешка, как в большинстве кресел конкурентных. Мы по бокам с двух сторон имеются вот такие кругляши, так скажем, круглые рычажочки, которые мы будем крутить и тем самым внутренние ремни будут подтягиваться. Чтобы не шумело крепление, ну или кресло, мы нажимаем кнопочку и можем бесшумно тоже подтягивать. Но последнее крепление все-таки щелчок должен быть. Это сигнализирует о том, что мы до какого-то натяжения зафиксировали внутренние ремни. Что отмечу? Данное кресло является одним из самых просторных, если мы будем рассматривать конкурентные модели. Кресло использует весь период пользования внутренние ремни, что действительно это редкость. Крепление внутренних замков, внутренних ремней выполнено необычно за счет того, что их не надо складывать. Плюс имеется наклад, застежка на груди ребенка, чтобы ремешки на плечах зафиксировать плотнее. Ну и большое пространство внутри. Все эти моменты делают кресло уникальным. И как минимум стоит рассмотреть данное кресло благодаря таким плюсам. Если рассматриваете, конечно, покупку данной категории кресел. Более точные характеристики будут внизу в описании и более актуальную стоимость на сегодняшний день. Поэтому советую перейти, ознакомиться с данным креслом поподробнее. А я желаю вам удачного выбора. До свидания!